Я рад приветствовать вас в прямом эфире. Это программа «Влияние». Спасибо, что вы остаетесь с нами на «Импакте». Я делал анонсировку о том, что со мной будет сегодня Юрий Аскеров, преподаватель иудаизма, учитель Слова Божьего, проповедник, служитель. И, друзья, сразу же с первых минут мы предложим специальную тему, о чем я озвучивал вчера вечером. Итак, Юра, приветствую. Будьте благословенны. Рад видеть. Welcome back. Взаименно. Ты полон речей, я знаю. Полон речей. И поэтому сегодня мы будем иметь возможность для тебя, так сказать, реализовать то, над чем ты молился, над чем я размышлял и молился. И плюс к этому будет возможность для наших телезрителей сразу общаться с нами интерактивом. Мы включим буквально с первых минут нашего эфира. Мы включим открытый эфир. Телефон прямого эфира будет 916-84-4-10-11. Это телефон прямой линии. Когда вы звоните прямо нам в студию, и мы с вами общаемся интерактивом. Это 916-3-код. Если вы смотрите в другом штате, в Канаде, в Латинской Америке, то есть вам, по-моему, будут бесплатные звонки в Америку. А если из Латинской Америки или даже из Канады. И 916-8-4-4-10-11. В основу, Юра, это то, что до эфира я предложил это место. А у тебя другое есть место. После же того, как предат был Иоанн, пришед Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покаетесь и веруйте в Евангелие. Итак, проповедь Евангелия, евангелизация и все, что с этим связано. Хорошо, большое спасибо. Ну, эта тема, она очень важная, она очень благословенная. И это тема, которая дает спасение, жизнь, благословение людям, которые приходят с мира. Я прекрасно понимаю этот день. Я его вспоминаю, это где-то было конец мая. И получилось... В каком году? 1984 год. Даже не конец мая, 11 июня. Я приехал с автошколы, я учился тогда в автошколе, то есть на шофера. Все было нормально. Перед этим мне подарили маленькое Евангелие, чтобы я дома почитал. У меня на кухне сидел отец, который люто ненавидел верующих по одной причине. И я подумал так, я приехал, думаю так, залезу в ванную, почитаю, покурю. Я уже два раза был в служении. Ну, нравилось, не нравилось мне, я не знаю. Это на Сахалине ты был в служении или где? Не, на Ломоносово. На Ломоносово. На Ломоносово. Я не знаю, как сказать, но факты ишли дальше. Я залез в ванную, взял сигарету, решил ее поджечь, покурить, но внутри дух что-то начало говорить. Я боюсь говорить, что это был дух Божий или что-то. Начал говорить внутри, Юра, попробуй оставить. 35 лет назад. Ну да. Я сказал, я понял, что это говорит Бог. Я сказал, Господи, я пробовал. Ты думаешь, что в ванной может Бог говорить? Бог может везде говорить. Продолжай. Да, мы ему не можем запретить. Продолжай. Это Бог. Продолжай. И голос был примерно такой. Я сказал, Господи, ну я пробовал полчаса и стенка. Все, не мог. Но мы прекрасно понимаем, что это своего рода зависимость. Это наркотическая зависимость. Как сегодня многие люди говорят, это слабый наркотик, в который домешивают что-то, давая эффект привыкания. И получается, что я много раз пробовал, но ничего не получилось. Но здесь голос прозвучал вторично. Юра, попробуй, корона не упадет. Я думаю, Господи, при чем тут эта корона? Я взял сигарету, положил в сторону, все. И в эту минуту произошло чудо. Чудо, я не знаю, как это описать. У меня кто-то забрал желание. Просто забрал желание. Сверхъестественно. Сверхъестественно. Это иначе как чудо не назовешь. Да, я взял Евангелие. Маленькое Евангелие, которое мне подарили. Вернее, дали почитать. Я долго хотел найти, почитать его. Но здесь мне дали. И я понимал, что за это Евангелие человек мог получить срок, потому что его привезли с Польши. Это, кстати, Андроповщина было. В 84-х годах. Да, да, в 84-х годах. Да, Андроповщина. И я почитал немножко, вышел с ванны, все, пришел мой друг. И вот теперь они, мой папа и этот друг сидят и обкуривают меня. А я смотрю, мне курить не хочется. Мне не хочется курить. И вы знаете, прошел вечер. Обычно курильщики не ляжут спать, пока не покурят. Утром не станут, пока не покурят. У меня этого нет. Проходит три дня. Я встречаю девочку. Мы учились когда-то. Я говорю, Светочка, я и она. Развод и девичья фамилия. Она говорит, Юра, ты что развелся с женой? Я говорю, не, с сигаретой. Развод и девичья фамилия. Все, 12 сантиметров. Мной больше не командуют. И я понимаю, за меня молились много людей. Почему? Ну, во-первых, церковь была миссионерской. Во-вторых, меня встретили люди, которые были евангелистами. Они не сидели, не смотрели там какие-то фильмы или не пили там чай, кофе, торт не ели. Они были на улице. И получилось так, что Бог благословил, дал мне покаяние. Второй момент, я в одной из передач рассказывал, это было в день моего покаяния. Бог сделал тоже чудо огромное. И вот это, вот это, руководило, как говорится, моей жизнью и руководит до сих пор. Когда я вышел в служение, мне сказали, это Дух Божий касается тебя. И после этого, ну, через слово пророческое, мне было сказано служение, проповедь, ну и так дальше. Я не буду сейчас говорить, я не буду, как говорится, хвалиться собою. У нас есть с кем хвалиться. Несомненно, да. Потом у нас была группа молодежи, с которой я часто выезжал на евангелизации. То есть я смотрел. Я смотрел, но я понимал, что скоро что-то подобное придется делать мне. Вот, Юрий, я тебя остановлю. Если можно. Если да. У меня получилось. Смотри, ты был предуставлен к вечной жизни. Ты веришь ли всему? Потому что таким сверхъестественным образом зачастую мы, знаешь, как рекомендуем, когда человек сидит на чем-то, мы говорим так, чисто по-человечески. Но это не библейский метод евангелизации. Это не библейский. Мы говорим так. Значит, если ты куришь в день по 10 сигарет, ну, начни курить по 9, а потом начни курить по 8, по 7. Это неправильно. Я понимаю. Если Бог вмешивается в судьбу, оно молниеносно. Это, как ты говоришь, в ванной комнате. То есть ты веришь, что ты был предуставлен к вечной жизни? Ну, во-первых, так говорит Писание. Да. Во-вторых, моя мама, она была с молоком. И она имела тоже свои откровения по отношению ко мне. Интересно. И она мне говорила, что моя судьба изменится. Я не знаю, откуда она это брала, я не знаю. Но факт остается фактом. И об этом говорит Священное Писание. Бог избирает человека. И я нигде в Писании, Юрий, извините меня, я не нашел, что Бог избирает человека для того, чтобы он принес свое туловище, посадил его в молитвенном доме и сидел. Извините, вот мое тело. Все органы работают. Для чего? Для поддержания жизнеспособности. Так и церковь. Так и церковь должна. Так и церковь. И я воспитывался в церкви, где нас учили говорить другим людям, не бояться, не стесняться. И самое интересное то, что мне приходилось встречаться до перестройки с многими людьми. В поездах с профессорами. Дальше с людьми, которые принадлежали другим религиям. И мне приходилось говорить с ними. И вы знаете, в этот момент, в этот момент, я понимал, что кто-то дает силу, кто-то дает слова. К примеру, тебе приходилось говорить с поклонниками ислама? Приходилось. А ну-ка, один из случаев. Один из случаев. Мы ехали с одним человеком, ну с братом. Мы поехали в Мурманск на Новый год. Нам сказали, что община обижается, но никто не приезжает. Там была малюсенькая община. Пастыря поставили буквально шесть месяцев после покаяния. Это с западной Украины? В Мурманск? В Мурманск, да. А туда, наверх, на север? Да, да, да. Мы еще второй раз ехали туда. Один раз мы ехали с Колей Литвинюком, а другой раз Петя, Петя, вот фамилию я немножко забыл его. Мы ехали для того, чтобы просто поддержать общину, для того, чтобы послужить людям. И мы ехали дополнительным поездом. 36 часов вместо 12. Извините, мы вымерзли в этом поезде страшно, но мы знали, что мы едем на Божье дело. И когда мы приехали туда, на следующий день мы отправились в кассу для того, чтобы взять билеты назад. Нам дали билеты на такой же дополнительный поезд, который должен был идти через пять дней. То есть 4 января. Но я просто предложил Петя, давай мы помолимся и идем снова. На следующий день, 31 января, мы пошли туда. Мы обошли три кассы. Я в одной кассе, он в двух. Ничего нет. Потом мы стали, помолились и пошли в другие кассы. Он пошел в мои кассы, а я пошел в его. Я пришел и говорю, добрый день, добрый день. С наступающим вас. Вас тоже, молодой человек. Говорит, вот вы меня можете поздравить. Как? Я говорю, ну дайте, пожалуйста, билетик. У меня жена скоро должна рожать. Она говорит, ну извините, нету, но подожди. И она кричит в ту кассу, где я был. Говорит, слушай, у вас сдачи не было никакой. Говорит, два билета были напить на Москву. Да? Можно их взять? Пожалуйста. И нам дали прекрасные билеты в прекрасный поезд. И мы думали, господи, что ты хочешь сделать? Молилась мурманская община, молились мы. И когда мы зашли в купе, сидел мужчина и женщина. Ну мы думали, что это семейная пара. Но оказалось, нет. Оказалось, эта женщина, это дочь мурманского мулы. Приложи толкование для незнающих. Мула это мусульманский священник. Или у шиитов это имам. Имам, да. И мы начали говорить. Вы знаете, сначала вроде было так, более-менее пассивно. Потом я начал говорить цитаты с Корана. Потому что нас учили делать это. Если ты говоришь, например, с человеком-представителем другой культуры. Пожалуйста, узнай эту культуру. И мы немножко узнавали. Но я узнавал еще почему. Потому что у меня родня по отцу, это шиитские имамы. Мой дедушка был шиитским имамом. И мой дядя был шиитским имамом. Старейшины города Сиазани. Я интересовался Кораном. Я им интересую и сейчас. И я начал говорить ей о том, что об Иисусе Христе. Она сначала сказала, ну, и мы мусульмане. Я говорю, Коран говорит об нем. Только говорю, как Иса ибн Мариам. И вы знаете, я услышал, она услышала это и насторожилась. Кстати, она и не знала об этом. Она и не знала. И мы начали говорить. На другой день разговор продолжился. Потому что мы сели где-то в 11 вечера. Пока мы чуть-чуть поговорили, легли спать. И на следующий день, целый день мы говорили об этом. И когда мы начинали говорить. Я рассказывал некоторые места из Корана. Я вижу, у женщины появилась заинтересованность. После этого она рассказала судьбу своей семьи. Что один из братьев, то есть из восьми детей, он алкоголик. Все имеют высшее образование. Все хорошо устройство. Кроме одного. Я ей сказал, женщина. Когда он освобождается, она сказала число. Я говорю, вы могли бы дать адрес? Она говорит, для чего? Я говорю, я хочу поехать поговорить. Я хочу рассказать о том пути, который спас меня. О том человеке, о том, кто спас меня. И вы знаете, вот тут прорвалась плотина. Женщина начала не плакать. Она рыдала. Она рыдала. И другие люди смотрели и сказали, слушай, что вы обидели женщину? Нет. Что-то коснулось. Да, я спросил, извините, я вас обидел. Она говорит, нет. Вы знаете, первый человек в жизни, который пожалел моего брата. Первый человек, который хотел сделать что-то доброе в его жизни, чтобы отвести от плохого. Позволь спросить, если можешь ответить. Как далеко, потому что когда слово вышло из твоих уст, ты отвечал за это слово. Как далеко ты согласен был ехать, чтобы встретиться с этим алкоголиком? Ну, сколько там. Это в каком городе он жил? В Москве? Я точно не знаю сейчас. Она не сказала мне о вас. Понял. То есть, ну, приблизительно. Да. Ну, где-то снова недалеко от Мурманска. Вау. Недалеко от Мурманска. Понял. Ты готов был все бросить и ехать к одному алкоголику? Иисус умер за меня. Он умер также за этого алкоголика. И умер за тысячи людей. Вчера вечером с Павлом Распатнюком, как раз мы говорили об этом, у нас был прямой эфир, что оставляет 99, заблудшую ложит на свои плеча и с радостью возвращается. Аминь. То есть, это то, что Бог делает. Да. То есть, если ты можешь работать с одним человеком, Бог даст тебе возможность, способность и шанс говорить мультитуд. То есть, множество. Да. Продолжай. Получается так, что я переписывался с этой женщиной очень долго. Мы, кстати, в прямом эфире, друзья. 916-844. Телефон сейчас прямо на вашем телеэкране. Мы можем ответить на ваш вопрос или ваши комментарии к нашей беседе. 844-1011. Пожалуйста. Пока эта женщина не пошла. Она жила в Владимирской области, город Владимир. И она пошла на похороны своей подруги, тоже учительницы. И там она спросила у священника. Это правильно, что у всех народов один Бог? Я не знаю, что это был за священник. Я не знаю, что он кончал. Ну, православный священник. И он сказал, я не знаю, молитесь своему Богу. Тогда она мне написала очень сильное письмо. И я мертесом выслал его. Когда мы встретились с ними в Риге в 90-м, они были шокированы. Говорят, слушай, это письмо вообще бомба. Но давайте мы оставим эту женщину и пойдем дальше. Проповедь Евангелия. В чем ее смысл? В чем ее суть? Вы знаете, друзья, мы сегодня, мы сегодня имеем, как говорится, апостолничество Божье для того, чтобы мы ишли и проповедовали Евангелие. Проповедь для мира, для церкви, учения. Но сегодня, извините, ни того и ни того в церкви почему-то нет. Ну, Юра, прошу прощения, мы сильно уступаем. Я сознательно повторюсь то, о чем я вчера говорил. Мы в церкви, мы уступаем. И ряд служителей, они согласны с тем, что мы заняты процессом церковной жизни, процессом, и в какой-то мере вытеснуто самое основное предназначение проповеди Евангелия. Хорошо. Возможно, это есть. Но я воспитывался не в такой церкви. Вот именно, что я воспитывался не в такой церкви. Я воспитывался в миссионерской церкви. И первый мой опыт, уже будем так говорить, мне преподал Володя Грицак, это сейчас пастор церкви. Он открывал в Львовской области село Войславичи, или тогда оно называлось Волынское. Он открывал церковь. И, получается, они открывали вместе с Сашей Кальчиком, потом тот уехал, и он взял меня туда для того, чтобы я помогал ему. Вы знаете, село было разделено на две части. В одном были православные, в другом – греко-католики. Из-за церковь они вилами и шли друг на друга. И тут появились пятидесятники. Сколько было комплиментов, сколько было всего. Но, слава Богу, для меня это были уроки. Для меня это были уроки. Ну, потом получилось так, что я не поехал туда, куда я хотел, на миссию. И впоследствии я увидел, что Бог хотел через это. Потом было обучение, и потом у меня была операция, и практически все от меня отказались. И, случайно, на одном из занятий, я разговаривал с пастором из Харькова, и он говорит, что ко мне должна приехать миссия взрыв евангелизации. И я попросил, я говорю, слушай, я не могу приехать, я после операции. Но если они будут в наших реакциях, он говорит, хорошо. И американец нашел меня в Нововолынске, он предложил Львов-Луцк. Но я подумал, Луцк, ну верующие на верующим, верующим помахают. А вот Львов – это столкновение сил. Вот это интересно. Это интересно, и это очень интересно. И мы поехали, я сказал Коле, другу, Литвинюку, и мы поехали. Там были, кстати, униаты, там были греко-католики, то есть православные, там автокефалы были тоже. И были католики чистые, ярко выраженные. То есть там конгломерация во Львове была. Да, и вот по этой программе первая евангелизация. Мы пошли в парк около церкви Святого Юра. Святого Юра – это был центр греко-католицизма тогда на Украине. И сидело на лавочке три женщины и один мужчина. Женщины уже были так пожилого возраста. Ну, мужчина… Но Юра это не в твою честь назвали, Юра? Не-не-не-не. А то я хотел тебя поздравить. Янури. У меня прекрасное имя, я не знаю, но в переводе с этого, с тюркского и еврейского, это в одном случае мой свет, в другом случае это Божий свет. Ну, а Юрий из греческого – это пастух, это пастух, да, поэтому пастырь добрый. Ну, ничего. Продолжай. И сидят эти три женщины у Юры. Мы подошли к ним, был американец, руководитель группы, я стажер, и второй стажер был переводчик. И только мы заикнулись за то, что мы хотим что-то сказать. Взрыв эмоций. Ах вы такие, ах вы… Ну, вы знаете, как нам. Да-да-да, ой. Это были такие комплименты. Но суть не в том. Одна женщина из них сказала, а я хочу послушать. И она ушла, с ними переводчики, американец ушли. А я как сирота казанская между троих. И вот они ругаются, смотрят на него, а я что-то все слышу. И я говорю, господи, ну, хотел я этой конфронтации. Ну, а что дальше? Господи, дай слово. И вот одно, за что я буду говорить, это то, что человек должен, Евангелие, ждать момента, когда Дух Святой дает ему этот момент. Хорошо. И получается так, что я говорю, а можно мы поговорим за простые бытовые темы? Хорошо. Хорошо. И мы начали говорить. Мы начали говорить. И мои дорогие начали, как бы, жалеться на эту жизнь, все. И, ну, немножко говорили, что мы живем в такое время, было вроде все хорошо, все. И тут Дух Святой как бы дает мне слово. И, вы знаете, я начинаю говорить с этими людьми и перевожу разговор на Евангелие. То есть, база подготовлена. Мы наладили контакт. И, вы знаете, я ждал слово. И они дали мне возможность говорить. И когда я начал говорить, я довел по этой программе до покаяния. То есть, я говорю, вы хотите принять этот Божий подарок? А я говорю, да. Да только глупые отказываются от такого. То есть, было сказано о том, что мы, мы имеем, как говорится, свое понятие. Дальше. Мы сказали о том, что человек, человек является грешником и не может ничем оправдаться пред Богом. Мы сказали о том, что Бог послал на землю своего сына для того, чтобы он взял на себя наши грехи и беззакония. Дальше. За то, чтобы он умер на кресте, неся на себе наши грехи и беззакония. И я хочу, я хочу, я хочу акцентировать эту мысль еще на том, что обычно я всегда ссылаюсь на Евангелие. Аминь. То есть, всегда в беседе мы ссылаемся на Святое Слово. Потому что, если в беседе с православными или с кривославными, какими там, какие бы они себя не именовали, но обычно они говорят так, а батюшка так сказал, а батюшка так сказал, или Ксенс так сказал. А в этом случае я говорю, а что Библия говорит? И сколько раз было, когда я этим вопросом, контр-вопросом, я заставал врасплох людей. То есть, они растеряны были Библией, а я там, в основном говорят, я не читал, или я не читал, или это батюшка нам рассказывал. То есть, очень важно в этом говорить, потому что, когда мы не ссылаемся на букву и дух Писания, за этим может Бог и не стоять. Но когда мы ссылаемся на Его Слово, за этим, за этим выражением, за этим Словом, за этой книгой стоит сам Бог. Продолжай, Юр. Это прекрасно записано в 1 Коринфянам, 15 глава, с 3 стихи и дальше. Даже первое здесь, напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасайтесь, если преподаны, удерживайте. Ибо я, 3 стихи, ибо я первоначально преподавал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Это проповедь в миниатюре, Евангелие в миниатюре. И эти люди потом, я позвал американца, он был, правда, удивлен, как это так. Тут они хотели нас чуть ли не... Побить камнями. Да, да, да. А тут они... Он приходит и говорит, вы хотите молиться? Они говорят, да. И, знаете, пошла молитва, после этой молитвы они там и обнимали, и целовали нас все. Хорошо. Те слова, которые вы зачитали, это очень важные слова. Почему? Когда человек, когда Дух Божий дает в сердце человеку желание не просто бросить что-то, а служить. То есть, Бог, отвечая на это, Бог, отвечая на это, дает человеку не только покаяние, но и освобождение. Есть одно место, оно очень интересное. Это вторая глава Ефесянам. Она очень интересная. В чем? Первые 10 стихов, первые 3 стиха, они говорят о том, о природе человека. Человек для Бога, извините, мертвец. Да. Все. Мертвец не слышит, не видит, не чувствует ничего. Ты ему хвали, он тебя не услышит. Ты ему кулак под нос, он тебя тоже не услышит. Дальше. Следующие несколько стихов говорят о Божьей работе. Бог, богатый милостью, оживотворил, там я не помню еще одно слово, дал слово и дал веру. То есть, дал веру и дал слово на покаяние. Почему так? Вы знаете, перед тем, как человек покается, происходят интересные вещи. Бог его оживляет. А для чего? Извините, мертвый услышит Евангелие? Да никогда в жизни. Он мертвый. Он мертвый, он не слышит, он не видит, он не чувствует ничего. То есть, Бог, Дух животворит человека. Аминь. Дух, да. И вот Бог оживляет человека, дает ему веру на принятие слова и дает ему слово. Потому что вера – это дар. Аминь. Только так. Аминь. Только так. Аминь. Вера – это дар. Без этого дара человек не может прийти к Богу. Аминь. И все, что происходит в процессе покаяния человека – это все Божий дар. Да. Это все Божий дар. Продолжай. И я понимаю, что если бы не Бог, потому что сегодня мне кто-то старается доказать, что это наши заслуги, что мы сами могли, как говорится, бороться, что мы сами могли бросить, что мы сами могли прийти к Богу. Я говорю, ребята, мертвые не ходят, мертвые с гроба не сдают, мертвые спокойно покоятся. Но они живы для другого. Для зла. Это только классика. Знаменитый этот, который взял себя из болота и достал рукой. Вот это, между прочим, этот пример я на евангелизацию часто приводил. Люди мне говорили, слушай, да я сам могу. Я говорю, хорошо, давай представим. Здоровое озеро. Не озеро – река, не река – море. И вот человек тонет. Он кричит, помогите, помогите. А потом берет себя за чук и выбрасывает. Говорит, человече, ну что вы смеетесь над нами? Я говорю, я не смеюсь, вы сами смеетесь над собой. Что вы сами можете это сделать. Себя спасти. Да. И вы знаете, это большое благословение, то, что Бог делал. Друзья, 916-844-1011. Это телефон прямого эфира. Вы не ошиблись, это телефон прямого эфира. Поэтому с комментариями, с вопросами мы ждем ваш вопрос. Ваш звонок. 844-1011. 916-844-916. Продолжаю. Вы знаете, Юрий, вот часто нас приглашали, ну как бы восьми. Вот, например, мы имели отношение с человеком. Он говорит, слушай, ну если бы вы пришли ко мне, ну поговорили бы дома. Все. И вот мы были в Житомире. И у меня в Житомире был интересный стажер. Ну такой шустрый, быстрый, все. Говорит, Юра, идем к человеку, там 100% покаяние. Но когда мне говорят 100% покаяние, там для меня красная лампочка зажигается. Там ничего не будет. Но мы пошли. Бывший майор милиции. И вот мы начали говорить. Я подошел, как говорится, немножко сделал вступление, поговорили. Я ему просто говорю, вам это интересно? Он говорит, нет. А у него буквально сын получил исцеление от рака. Он получил исцеление. Ну правда, молились православной церкви, все. Но факт остается, Бог сделал чудо. И ему не интересно. Ну хорошо, ему не интересно. Тогда я следую, как говорится, хорошему совету. Я сижу за столом, я наблюдаю, я смотрю, что у человека дома. Чем человек увлекается, чем человек живет дальше. Я веду с ним разовор, я его подбодряю и так дальше. И я жду своего момента. Я жду, как рыбак посадил крючок, забросил его в воду, пока рыба не клюнет. И вот мой благословенный, который не захотел. Майор милиции. Да, да, да. И он говорит, он знаете, в процессе разовора, вот какие нехорошие. Но он сказал такое красивое словечко. Вот у власти и то и все. И Дух Святой мне конкретно внутри говорит, Юра, твое время. Я говорю, да? Нехорошие? Он говорит, да конечно. Да вы посмотрите, что они делают. Я говорю, уважаемый, я вам хочу что-то сказать, можно? Он говорит, пожалуйста. Вы знаете, это не моя сфера. Это не мое влияние на этих людей. Это не мой круг. Это ваш круг. Но для того, чтобы этим подлецам проповедовать, надо самому покаяться. И я начал излагать Евангелие. И кончилось покаяние. Покаяние мне кончилось. Кончилось тем, что он... Осознанием, по крайней мере осознанием. Он сказал, вы знаете, вы сегодня мне сказали многое того, чего я не знал и не подозревал. Просто поймите, если я сейчас резко скажу да, вы просто обо мне плохо подумаете. Потому что человек, который прожил, который видел многое, ему надо осознать. Я говорю, пожалуйста, я благословляю вас на это осознание, пусть Бог благословит вас. И все было прекрасно, все было хорошо. Какие методы неправильные, когда мы в частной беседе, в личной, пробуем достучаться до сердца человека, до внутренней величины? Какие неправильные методы? Я понимаю, правильные и неправильные. Но есть неправильные? Но сколько у меня были таких случаев... Ну, извините, я человека за язык не тянул. Вот, например, у Волынска у нас была евангелизация, и меня пригласили в дом учителей. Ну, династия бабушка, мама и сын. Они все учителя. Ну, и мы начали говорить, все прекрасно, мы проповедовали Евангелие. Мы не проповедовали, там, вот посмотрите, какие мы хорошие. Мы не говорили, какой у нас город, какая у нас страна. Извините, это меня интересует, но мало. Я проповедовал Евангелие, цель Евангелия – Христос. Христос, который умер за меня на кресте. И вот значение слова «прославление» – это когда мы знакомим человека со Христом, с Богом. То есть мы рассказываем ему о Боге, и человеку мы рассказываем, то есть и Богу мы рассказываем об этом человеке. То есть идет взаимная связь. Само слово «евангелизация» что означает? О, «евангелизация» – это очень интересное слово. Почему? Потому что мы не полностью его говорим. Благая весть. Что за благая весть? Извините, возможно, «золотая гора» где-то появилась? Или что-то другое? Это слово намного шире. Это благая весть о воцарении нового царя. Это означает слово «евангелион». Воцарение нового царя. Благая весть о воцарении нового царя. И Матвея III, и Луки, если не ошибаюсь, III, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Но снова же мы понимаем, что покаяние дает Бог. Покаяние дает Бог. Потому что я много видел людей, которые сидели на собрании и плакали. Я приглашал с работы одного человека. Он и сейчас называет себя пресвитером. Потому что, не покаявшись, он уехал в Житомирскую область. И там он проповедует бабушкам, приходит на собрание. Ну, такой человек. Такой человек. Написано, «благодатью вы спасены, и сие не от вас». Божий дар. Не от дел, дабы никто не хвалился. Поэтому это несомненно от Бога. И цель Евангелия, цель Евангелия в данном случае – не заработать что-то. Не заработать. Потому что многие люди понимают, что это заработок. Бог, я сегодня сказал одному человеку, и ты должен мне воздать за это. Или запиши в канцелярию. Да-да-да, нет. Как раз вот эта Ефесянам вторая глава, она говорит о том, что мы предназначены для добрых дел. А добрые дела – это наше спасибо Господу. То есть, это следствие того, кем мы есть. Аминь. Потому что вне этого моя духовная жизнь и мое христианство – оно половинчатое. Вместо того, чтобы следствием того, кем Бог меня сделал и кем я есть, следствием этого и причиной этого должно быть, как ты говоришь, и добрые дела, и все-все, и проповеди Евангелия. И если этого элемента нету, если этой духовной составляющей в жизни христианина нету, наше христианство, оно неполноценное. Но мы тогда ставим вопрос вообще… Как ты вначале говорил, что это свое тело раз в неделю привезти это, принести в церковь, посадить на скамью. Ради этого ли это? Конечно, нет. Ну, я понимаю, что не ради этого. Но я смотрю, первоапостольская церковь, она была полностью миссионерская. Полностью. Полностью, да. Потому что люди, которые получили весть о Мессии, они старались это рассказать всем. Ну, скажи, хорошо, скажи ты нашему обывателю, который находится здесь, в Америке. Вот наш обыватель, соотечественник наш с тобой, он находится в Америке или в Канаде, или где-то в Аргентине, где русскоязычная среда, по большому счету, немногочисленна. И я могу себе, слушая нашу беседу, кто-то из зрителей, найдет себе извинения. В России, в Украине, на постсоветском пространстве, там большая среда, здесь среда маленькая. Что ты скажешь на это? Хорошо, прекрасный вопрос. Пусть. Хорошо. Вот смотрите, маленькая среда. Я когда-то, когда переходил в другую церковь, я, последняя моя проповедь в церкви Виктора Вронского была, как можно повысить эффективность церкви. И я сказал, смотрите, 20 семей. Вот 20 семей, это много или мало? Ну, это нормально, да? 20 семей могут содержать одного миссионера. Христос с 12 начинал, да. Я понимаю. Поэтому 20 тем более. Ну, здесь тем более в Америке, где люди и получают деньги, но где люди что-то говорят, слушай, а чего я повын и дават их на ту евангелизацию? А мне одни говорили, слушай, евангелизация, поехал, покатался. Я говорю, ребята, пожалуйста, давайте поедем со мной, вы увидите, что это такое. Точно. Да. Извините, не всегда все хорошо. Не всегда. Если вот моя жена поехала на Украину, и она две недели не могла акклиматизироваться. Две недели, где уже немножко прошел переходной период. Я приезжал в Украину или в Россию, и у меня уже или в этот, или на следующий день было изложение. То есть, для меня понятия сна не было. Я понимал, это дело Божье. А дело Божье, оно всегда делается ответственно. А тем более, если ты задействовал в прямой евангелизации, ну, в косвенной евангелизации. Что такое косвенная евангелизация? Это подготовка тех, которые в дальнейшем пойдут и будут проповедовать. Кстати, мой брат вчера возвратился из Сирии. Он был там, где Ливан, на границе с Сирией, Павел Чернецкий. И говорит, приходилось много молиться за людей, за мусульмане, там только мусульмане. И особенно, говорит, когда молились за женщин-мусульманок, и говорит, Бог мило съявил, что не было поблизости их мужей, таких отъявленных мусульман, поклонников ислама. Потому что, говорит, там сразу режут голову и все. Поэтому, действительно, как ты говоришь, что Бог дает возможности, Господь индивидуально, один на один, как ты говоришь, дает эти возможности все-таки быть используемым Богом, где бы это ни было. И вот смотрите, 20 семей, они могли бы содержать одного миссионера, раз, дальше послать его куда-то. Дальше, эти 20 семей, могли бы эта молитвенная группа за этого миссионера и за эту местность. Пожалуйста, косвенная евангелизация. Дальше, с этой двадцатки люди могли бы приезжать туда и помогать. Ну, хорошо, хочешь отпуск свой провести? С нами ездил по программе ВЕ один мультимиллионер из Америки. Для него это фан евангелизация. И он ходил, проповедовал. И однажды в Луцке было где-то 3 градуса мороза. И около Украины, это ГУМ или ЦУМ, сидело 3 бомжа. Он сел около них на асфальт, на холодный асфальт, мультимиллионер. Американец. Да, и он начал проповедовать им Евангелие. Я встал и говорю, Господи, я этого не понимаю. Я видел, как другой американец, 19-ти градусный мороз, одел только жикет, пошел проповедовать Евангелие. Говорит, что ты делаешь? Говорит, я хочу немножко посмотреть, как себя чувствуют люди, которые не имеют дома. Друзья, я видел многие вещи на евангелизации, которые, ну, извините, нормальному человеку в голову они не влаживаются. Почему? Потому что я всегда говорю, евангелист – это человек другого мира. Дело в том, что это безумный Христа ради. Аминь. Если ты не будешь безумным Христа ради, если христианин не будет безумным Христа ради, вот, например, смотри, говоря о нашем скромном служении «Импакт», я продал себе этому служению в хорошем смысле этого слова. То есть я продан этому служению. Я безумный ради этого служения. И таким же самым образом, в параллелях, ты можешь сказать о твоем служении. Кто-то из служителей, которые с нами встречаются, говорят о своем служении. Если мы не станем безумными Христа ради, в той области, в той среде, куда Бог нас поместил, наши результаты и наши плоды, они будут минимальны, к сожалению. Так или нет? Я понимаю, да. Поэтому действительно, вот эти вот, то ли это мультимиллионер, кто бы это ни был. То есть если он не есть безумный Христа ради, для него это может быть чистофан. Но если за всем этим, за тем, что ты делаешь, стоит твоя любовь, и вот это, вот я сейчас наступлю на больной мозоль, на больное место наступлю, ну всем, не только тебе. Если за этим не стоит, если то, что я стараюсь делать, спасая людей, если не стоит любовь, жалость, сожаление к погибающим людям, грош цена тому, что я делаю. Если я делаю для галочки, как мормоны делают. Знаком, я уверен, мормоны и свидетели Иеговы, эти, не евангелисты, а иеговисты, так называемые. Они делают это для галочки. И делают настолько, они порабощают себя, настолько ущемляют. Дождь, не дождь, погода, не погода, страна, не страна. Они едут в другие страны на несколько лет ради чего? Ради своих лжебогов. Имена, которым этих лжебогов, это мертвые истуканы, которые не говорят, не слышат, не думают. То есть, это просто изваяние, руками человеческими сделают. Если они так себя на плоху ложат, жертвенную, тем более, если мы это делаем, нами должно мотивировать, мотивировать и основным двигающим аспектом этого, то, что я делаю в служении, это любовь к человеку. Аминь. Любовь к Богу. Совершенно верно. Любовь к Богу и еще раз любовь к Богу. Продолжаем. Понимаете, получается так. Господь, Ты спас меня. Ты спас меня. Но помимо того, что Ты спас меня, Ты дал мне еще маленькую часть в Твоем деле. Удел. Это слово удел. Ну, знаете, когда человеку уделяли, да. И все. И вот теперь ты идешь. Получить удел от Бога. О, как это много. Аминь. Ты идешь как посланник Божий. Ты проповедуешь не себя. Ты не говоришь о себе. А что обо мне говорить? Ну, извините, я уже немножко, как говорится, ну, где-то седина выступает. Это одно. С другой стороны, как говорится, вы им пакту продались, а меня никто не хочет купить. Тебя Господь купил драгоценной кровью своей. Просто я удивляюсь одному. Ну, я в служении был и на Украине, и вроде и преподаватель неплохой. И на Украине проповедовал, и в государственных, и в религиозных учебных заведениях. Но в Америке просто, ну, было время, когда ездил по миссиям, все. Что у меня сейчас есть? Одна радиопередача, где я помогаю человеку. Импакт. Ну, плюс иногда пишу в газету статьи. Все. Понимаете, я хочу. Это мое. Ты хочешь реализовать себя более обильно. Я живу этим. Я каждый день думаю об этом. Каждый день. Я задаю вопрос, Господи, я каждый день хожу в этот рестор, где я работаю. Я понимаю, да, для моей семьи это хорошо. Но я мог бы сколько пользы дать для твоего дела. И что Господь тебе на это говорит? Не знаю. У него три ответа. Да, нет, подожди. Наверное, пока подожди. Ты в процессе подожди, да? Да. Юра, почему, если мы, если мы вот из нашего мировоззрения христианского, когда мы устраняем, убираем вот эти важнейшие истины, что наше призвание все-таки спасать погибающих людей. Аминь. Почему? Почему? Убирая это, мы как-то чувствуем себя нормально, вольготно как-то. И якобы ничего не происходит. Есть такое понятие, как сожженная совесть. Вот совесть говорит человеку, что-то делать. Но Бог говорит. И мы знаем, что Писание говорит, а исполняющий волю Божью будет жить вовек. Не человек, который ходит просто себе, сидит в молитвенном доме и все, но исполняющий волю Божью. Воля Божья для каждого человека разная. И снова же, это определяет Евангелие. Это определяет, как говорится, пост-еванализационный период. Почему? Потому что одного Бог будет готовить как пастыря, другого будет готовить как преподавателя, а третьего будет готовить как душепопечителя. То есть, дальше наши пути расходятся. И Бог готовит каждого человека для того, чтобы человек занял свою нишу в деле Божьем. Ефесянам 4, 11, 12, если не ошибаюсь. Это место. И в этом очень важно. Очень важно. Но если человек говорит, Боже, извини меня, ну мне нравится так. Ну и люди превращают церковь в закрытый клуб или клуб по интересам. Пришли, порадовали, все. Ну что с этого? Не, ну я, смотри, я утешаю себя мыслью, что я посажен уже где-то на облаках или кто-то уже на небесах или на облаках где-то сидит. То есть я утешаю себя, что я дождусь, вот дождусь. Я понимаю, Юрий, вот такой вопрос, если можно. Пожалуйста. Например, вы вот имеете импакт. Для вас, наверное, счастье, радость, когда вы с кем-то, и когда это приносит пользу, когда вам звонят, говорят, слушай, дорогой, благословенный, такая передача, я для себя много взял, все. Вы радуетесь? Не только от этого. Не только от этого. Я понимаю. Когда я иду по одной из столиц Европы, европейского города известного, и меня останавливают прямо в толпе, останавливают в толпе, и говорят, что мы смотрим импакт. Аллилуйя. И говорит, мы не совсем и всегда согласны, но тем не менее, говорит, мы смотрим постоянный импакт. И меня вот эти моменты, они заставляют, если надо, ночью не спать, если надо перелетать с одного континента на другой, каждую неделю где-то в самолетах проводить, каждую без исключения. То есть это тот мотиватор, который двигает. Если бы я не видел результата и плода в том, что мы делаем, тогда грошь, цена, то есть это трата огромных денег, это трата миллионов на обслуживание, на обслуживание служения телевидения, самое дорогое из всех служений. Я понимаю, почему я задал этот вопрос. Пожалуйста. Потому что, когда у человека есть любимое дело, и он его делает, это, во-первых, он понимает, что делает свое предназначение. Второе, для него это приятно. В-третьих, он получает удовлетворение. А тем более, когда ты видишь, когда кто-то еще кается, то ты сам там готов прыгать выше десятого этажа, если бы, конечно, мог быть. Я никогда не забуду, Юра, когда попросили у нас Библию, где-то со штата Орегона. Американцы попросили на русском языке Библию. И когда я получил письмо, когда мы отправили эти Библии, получил письмо от этой американки, которая огромными буквами написала вначале, в заглаве, Аллилуйя, Praise the Lord, то есть, слава Богу. У них был ребенок, которого они адаптировали из России, 12 лет ребенку. Они не знали его язык, а он не знал их язык. Русский, где-то с детдома, с какого-то Ярославля, по-моему, город такой из-под Москвы. И случайно, якобы, они на спутниковом телевидении, на спутниковом, она случайно услышала русскую речь. Она включила. Предлагали Библию. Она подарок. Думает, я сделаю этому приемному сыну подарок. И, говорит, когда я подарила ему Библию, 12 лет ребенку, три дня, говорит, он читал, 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 мы только смотрели с мужем, а он читал, читал. Через три... Это письмо сохранено у меня по сегодняшней... Через три дня он подошел, говорит, я хочу помолиться Иисусу. А они христиане. И, говорит, мы думали, как же ему, как этому ребенку, как мы будем, ну, что мы будем говорить по-английски о Боге? Он сам это сделал. Поэтому вот такие моменты, когда видишь, что мы не просто бьем воздух. И ты не умоляйся. Прими это как пророческое слово в прямом эфире сегодня, в четверг вечером. Ты не умоляйся. Ты говоришь, вот, ну, что я там могу делать? Вот я вот там чуть-чуть, и там чуть-чуть. То, что ты делаешь, это очень большое дело. в, может быть, в покибытии мы узнаем в полноте, в покибытии мы узнаем. Но не умоляйся о том, что ты говоришь, я вроде бы многого и не делаю. То, как ты учишь, то, что ты преподаешь, то семя, которое ты сеешь, и даже в уши, и даже в уши, и в дома, в многих и многих телезрителей, встречаясь с тобой уже десять раз в эфире, это очень, это ценно перед Богом, во имя Иисуса Христа. Поэтому не умоляйся. Я не умоляюсь. Я хочу поддержать тебя, брат мой. Вы знаете, у меня есть свое любимое жизненное кредо, я его не буду сейчас говорить, но смысл его в том, что в никаких обстоятельствах не подать духу. Помнишь как? Светить всегда, светить везде. Вот лозунг мой и солнце. Да. И поэтому смотри, Юра, как взять в беседе, в частной личной беседе, как взять инициативу в свои руки настолько, что ты вначале чуть говорил, но я бы хотел, чтобы ты углубился. Хорошо. Это тоже очень интересно. Это уже вот из разряда малоевангелизации. Это когда мы делали. То есть по программе или ВЕ, или сейчас на Украине это ЕШЛ. Она разделилась, эта программа на две. То есть евангелизационная школа лидеров. Вот нас пригласили домой. Нас пригласили домой. Нас или усадили там на диване, или нас просто стол для нас накрыли. Все. Самое первое. Я пришел в дом. Пока еще ничего. Я осматриваю. То есть возможно, я найду точки соприкосновения, где я начну говорить именно и подводить туда, куда мне надо. Ну, например, я всегда смотрю, если у человека много книг. Я, например, любил читать. Хорошо. О, я, например, нашел арабскую поэзию. Все. Я говорю, слушайте, но я тоже люблю арабскую поэзию. А каких поэтов любите? Я говорю, Абуль Атахия и еще один, не буду сейчас немножко забывать. Из поэтов. Да, да, да. Амар Хаям. Я люблю этих двух поэтов очень. Например, если у Абуль Атахии очень серьезные стихи, а это был 7-8 век, начало ислама. А ислам тогда был как две капли воды христианства. И недавно я говорил с одним мусульманином вот у меня на работе. Мыслим в хороших отношениях. И он говорит, ну почему вот такое все? Я говорю, смотри, вот, например, вот Иисус Христос, вот Мухаммед. К примеру. Хорошо. Я говорю, смотри, после Христа были ученики. А уже их ученики начали издавать свои труды. То есть, и пошло дальше, 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 и уже что-то ушло в сторону. Так же с самым исламом. Я говорю, был Мухаммед, после него было четыре праведных халифа. Но там Амар еще был. После него. Нет, был Абубакр, Амар, Осман и Али. Четыре праведных халифа. Это у Сюни. И один праведный халиф у Шии. Это Али. Это прямой родственник Мухаммеда. Родственник, племянник и зять. Я говорю, дальше, у них были свои люди, которые описывали это. И вот так мы разошлись хоть там. Мухаммед прекрасно знал Новый Завет, потому что его Шурин Варак перевел Евангелие на арабский язык. И Мухаммед его знал. Но Мухаммед был путешественником. Когда с караванами его жены Хадиджи, он ездил, он знал и Ветхий Завет. Другими словами, все было, вроде, кажется, нормально. Но дальше пошли люди, которые начали писать свое. И вот так мы разошлись. То есть мы говорили за эти вещи. Хорошо. И вот я смотрю на книги. Хорошо. Я нашел, и мы начинаем говорить о поэзии. Но арабские поэты, это довольно интересные поэты, они постоянно много говорят о религии. И очень часто они говорят о Христе. И вот мы понемножку, понемножку, понемножку мы начинаем искать точки соприкосновения. И вот эти точки соприкосновения у нас в книге. Хорошо. Дальше. Если я смотрю у хозяйки вышивка или картина, то евангелист превращает все в Евангелие. Ну вот один случай очень интересный из-за Ульфа Экмана. Я его очень уважал как евангелиста. Поехали не в Лувр. Ну и первые этажи всех музеев это рабовщина, рабомания. И вот они стоят и там где-то мумию привезли и куча народу. И он встал, посмотрел, он немножко высокий, говорит, что он мертвый? Тебе повернули, да, мертвый. А что такое? Говорит, я тоже знал мертвого. И что? Он воскрес. Понимаете, для евангелиста все превращается в Евангелие. Соль, вода, облака, небо, земля, все превращается в Евангелие. Птички, которые поют. Птички, да. Все превращается в Евангелие. Ручеек, который. Да, да. И у меня один интересный друг вот сейчас в Америке, в Сиэтле, это, то есть, в Спокине, Юра Священко. Это тоже я с этим человеком очень часто ездил на евангелизации. Однажды мы с ним так по душам говорили, знаешь, Юра, говорит, мы можем, он мне говорит, мы можем надавить на любого человека, мы знаем больные места. Мы можем сделать так, чтобы человек, ну, выдавил из себя эту молитву, но зачем? Надо, чтобы сердце человеческое, оно говорило эту молитву. Хорошо. Первое, мы ищем точки соперниковсловения. Второе, я наблюдаю дальше, идет у нас разовор, я хвалю хозяйку там за хорошую еду, ну, извините, но бесплатно покормили, слава Богу. Ну, да. Дальше, я ободряю человека, но человек рассказывает за себя, и я ищу тот момент, тот момент, когда Бог скажет, рыба клюнула. То есть, тот момент, когда человек сам скажет не то, что будет началом для Евангелия. Для задушевной беседы. Да. Да. То, что задушевная беседа. Очень важно. Дело в том, что вот эту струну внутреннего человека, струнку эту, когда ты коснешься, может быть, нечто сокровенное, которое открывает тебе, я понимаю, Юрий, но каждый раз, когда мы ищли на евангелизацию, мы молились. Почему? Я не знаю, кто мне встретится. Я прошу, Господи, дай мне человека, у которого почва уже подготовлена. Несомненно. Ну, извините, легче в подготовленную почву садить, чем бросать семена на асфальт. Сто процентов. Ответила. И когда она ответила, мы попросили у нее возможность немножко рассказать. Она говорит, ребята, 10 минут. Хорошо, 10 минут, так 10 минут. Мы излагали евангелие за минуту, когда нужно было. Когда человек давал возможность, одну минуту. И вот мы рассказали о том, что Иисус сделал, о том, что человек думает, о том, что Бог послал своего сына, жалея человека, за то, что Иисус взял на себя наши грехи и беззаконие, и умер на кресте. Это все принять можно верою. То есть, а вера это удивительное свойство. Это ключи, которые открывают небо. И дальше мы рассказали, что человек может это принять, пригласив Иисуса в жизнь. Женщина сказала, я хочу. Она начала плакать. Прошли 10, 15, 20 минут. Все. После того, когда мы рассказали ей, что надо, помолились с ней. Она молилась в молитве и исповедании. Она пригласила Иисуса в свою жизнь. И когда мы сказали, ну, извините, мы вас долго задержали, говорят, ребята, я хочу, чтобы вы подождали. Я вам что-то хочу рассказать. Юра, мы продолжим как-то эту беседу. Вот Евангелие в миниатюре, в сжатом виде. У тебя есть полторы минуты. Хорошо. И на спутниковом телевидении нас сегодня смотрят разные люди, которые переключают каналы через спутники. И вот они попали на импакт. У тебя есть полторы минуты. Хорошо. Пожалуйста, приведи их ко Христу. Хорошо. Мы даем сразу два вопроса. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, будете ли вы с Богом на небесах? Это ты говори в камеру. Хорошо. И второй. Почему Бог пустит вас на небо? И если человек в одном из этом говорит за добрые дела, мы говорим человеку дальше. У Бога есть подарок. И этим подарком есть вечная жизнь, которую мы не можем ни заработать, ни заслужить, ни купить. Почему? Потому что мы грешники. В возмездии за один грех смерти. И дальше мы говорим о том, что Бог послал своего Сына для того, чтобы Он взял наши грехи и беззаконие на себя. Наши грехи, ни его, у Него их не было. И мы говорим людям, зачем людям жить в грехах, когда уже кто-то взял их и взял цену и заплатил за них. Далее мы говорим, что Бог послал своего Сына. И Иисус, взявший это, сделал этот подвиг. И Писание говорит, заплачено сполна. Далее мы говорим о том, что это все мы можем принять верой. То есть верой в то, что сделал Иисус. То есть доверившись этому. Доверившись. Мы в то время не жили, не видели, но доверившись. И когда мы доверяемся этому, мы приглашаем Иисуса Христа в свою жизнь. И я просто хочу сказать, дорогие друзья, если вы сейчас хотите пригласить Иисуса в свою жизнь, пожалуйста, кратко повторите за мной. Дорогой Господь. Дорогой Господь. Я благодарю тебя. Благодарю тебя. За то, что ты умер на меня на кресте. За меня на кресте. Я благодарю тебя. Благодарю тебя. И я прошу, войди в мою жизнь. Войди в мою жизнь. Как Господь и Спаситель. Как Господь и Спаситель. Как живой и воскресший. Живой и воскресший. И измени мою жизнь. Измени мою жизнь. Я принимаю тебя. Принимаю. И за все благодарю тебя. Благодарю тебя. Вечный Бог. Вечный Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Друзья, спасибо, Во-первых, Юра, телефон 916-588-0588, 916-588-0588, можете звонить, по любым вопросам задавайте вопрос служителю Юра. Спасибо, друзья, что вы были с нами на «Импакте». Помните, Иисус Христос любит вас. Ради этого Он пришел и умер за ваши и за мои грехи. Оставайтесь с нами на «Импакте» и будьте благословены. Всего хорошего. Иисус Христос любит вас. Иисус Христос любит вас.